Всем привет! Меня зовут Артур Ешетов и вы на канале ТОП ШОУ НЮЗ. Сегодня скорее будет необычный выпуск для моего канала. Поговорить хочу я о новом клипе короля поп-сцены Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». А точнее негативной реакцией блогеров на этот клип. Мне стало интересно, что так задело ютуберов. Очередной хайп исполнителя и первая строчка в трендах ютуба. А может что-то другое? Давайте разбираться. Начну пожалуй с канала Утка. Он же Ваня Рассел. В начале своего обзора на клип Киркорова он говорит. Мой инстаграм был забит рекламой от звезд, что вот посмотрите у Киркорова вышел новый клип, свайпайте вверх. Знаете, я боюсь представить сколько бы было у него этих просмотров без рекламы и поддержки звезд. Стоит отметить, что его видео называется «Стеснение пропало» и «Хайп тоже» Филипп Киркоров. Обзор Вани на сегодняшний день набрало чуть больше 4000 просмотров. Я боюсь представить сколько было бы просмотров, если обзор назывался как-нибудь по-другому. Ну например, просто обзор Вани Рассел на клипы. Уверен, просмотров было бы в разы меньше. Потому что если вбить в поиски ютуба Филипп Киркоров «Стеснение пропало», то выскакивает не только клип, но и обзоры на него разных блогеров, в том числе и канала Утка. Вывод. Там, где есть упоминания Киркорова, всегда будут просмотры. Второй момент, который мне не понравился, следующий. На первом куплете и перепеве еще можно было смотреть. А дальше все стало неинтересно. А почему, спросите вы? Ну потому что режиссер этого клипа Павел Худяков ничего больше не смог придумать. Друзья, кто такой Павел Худяков? Это российский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер. Худяков снял клипы для таких артистов, как Тимати, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Лазарев, Джиган, Филипп Киркоров. И этот список можно продолжать говорить еще долго. Навряд ли, если Худяков снимал не то, что интересно нам, зрителям, к нему бы обращались самые топовые артисты России. Говорить, что у Худякова закончилась фантазия, на мой взгляд, ну это полная чушь. А теперь самое-самое, что разозлило многих блогеров, в том числе и Антона Болотова, это, внимание, реклама. Друзья, давайте будем честны хотя бы перед собой. Каждый из нас хочет зарабатывать деньги и в этом нет ничего плохого. Сделать рекламу в клипе и отбить часть потраченных денег на съемку, почему нет? Втюхивать кучу шлака и впихивать много рекламы. Как по мне, это неуважение к своим поклонникам делать нативную скрытую рекламу. А если вы уже делаете рекламу, пожалуйста, напишите. Реклама. Зачем писать слово рекламы, если и без него это понятно? Ну, полный бред. Если он говорит, что реклама видео это неуважение к подписчикам, то почему перед просмотром его роликов стоит реклама? Причем мне показали три рекламы подряд на его обзор клипа Киркорова. По логике Рассела он не уважает своих подписчиков. Ему стоит, скорее всего, отключить рекламу на своем канале, либо, простите меня, завидовать молча. Лично мне понравился клип и нравится, что Филипп умеет очень иронично относиться к себе и своему творчеству. На мой взгляд, Филипп закрепляется в этом образе и в хайпе. Этими песнями обращает на себя внимание именно молодое поколение. И это очень здорово. Друзья, на этом у меня все. Ставьте лайк, пишите в комментариях, с чем согласны и с чем нет. А также не забудьте подписаться на канал. Пока!